Сегодня 31 августа, последний день лета, а вчера в Белом доме Республики Башкортостан произошла последняя летняя оперативка в сезоне 21 года. В этот раз оперативное совещание было достаточно традиционно структурировано, началось со вступления главы Республики, Радий Фаридович был бодр, весел, но, впрочем, озабочен некоторыми аспектами. Вновь назначенному председателю Госкомитета по жилищному и строительному надзору господину Агапову Хабиров высказал свою озабоченность надвигающимся отопительным сезоном. Дословно Хабиров сказал, что важным испытанием будет подготовка к зиме. Айбулату Вакилычу Хажину, министру образования, он сообщил, что Хабиров с тревогой ожидает 1 сентября. Собственно, Радий Фаридович тревожится не о чем, 1 сентября уже завтра, так что буквально завтра и узнаете, стоило ли тревожиться. Также Хабиров упомянул о начале новой программы, программы капитальных ремонт школ и о том, что Башкирия уже подала заявку на капитальный ремонт более чем 300 школ, в связи с чем у меня большой вопрос. На капитальный ремонт школ будут собирать только с родителей деньги или со всех жителей страны и республики? Вот это вот волнует многих. Ну, а дальше перешли к триумфальному обсуждению WorldSkill'а. Неожиданно я словил себя на мысли о том, что оперативные совещания в правительстве республики все больше и больше походят на какой-нибудь инстаграмчик какой-нибудь Ольги Бузовой, которая с восторгом и захлебываясь рассказывает о том, как здорово она провела минувшие выходные. Только в случае с правительством и с Радием Хабировым мы слушаем о том, как здорово эти ребята гульнули на бюджетные деньги в прошедшую неделю, какой они залудили праздник, какой запустили салют, и как вообще им здорово, весело и задорно было на наши бюджетные деньги. Я всегда вспоминаю вот эту бессмертную фразу Маргарет Тэтчер о том, что не существует никаких бюджетных денег, не существует никаких государственных денег, существуют только деньги налогоплательщиков. Но вернемся к отчету Хабирова по поводу WorldSkill'а. Вообще на этой оперативке про это мероприятие говорили очень много. В частности, Хабиров заявил, что команда республики Башкортостан триумфально заняла второе место сразу же после Татарстана, поделив это второе место с командой Санкт-Петербурга. Хабиров повелел в течение недели выплатить премиальный фонд, премиальные деньги победителям, участникам команды от республики Башкортостан. Причем сопроводил он это странной фразой. В течение недели выплатить премии, придумайте схему Ленара Хакимовна. Конец цитаты. Мы без схем уже даже премии детям выплатить не можем. Везде нужен какой-то финансовый схематоз. Все так непросто вообще с деньгами. Ну, в общем, странно. Завершил вступление к оперативному совещанию Хабиров обсуждением своей застарелой идеи по поводу приведения в порядок парков. Но теперь он решил парки приводить в порядок, приурочив это дело к 450-летию Уфы. Честно говоря, в прошедшие почти три года мы только и слышим о том, что нужно привести в порядок парки. Нужно их благоустроить, нужно обеспечить людей пространствами для отдыха и досуга. И очень редко слышим о том, что нужно обеспечить людей работой, транспортом, нормальной инфраструктурой и прочими, и прочими. На первый взгляд и вообще-то самыми важными вещами, в отличие от наличия парка где-нибудь в районе Черниковки или Сипаилова, отсутствие транспорта, водоснабжения, канализации и отопления, по-моему, выглядит более серьезной задачей. Далее традиционно заговорили о ситуации вокруг COVID-19, которая тоже превращается в некую привычную ситуацию, в некую уже данность, которая существует вокруг нас и вместе с нами. Я и себя часто ловлю на этой мысли, что мы как-то уже за последние полтора, почти два года уже свыклись с ситуацией о том, что у нас есть COVID, что люди болеют и умирают. Максим Васильевич Забелин огласил статистику прошедшей недели. 56 748 заболевших по республике, действует на данный момент 4545 ковидных коек, из которых 88% занято. 1 147 000 человек сделали первый этап прививки, и 980 000 человек привиты уже полностью обоими компонентами вакцины. В среднем 5000 человек сейчас на данный момент прививаются в сутки в республике, что на самом деле является падением темпа вакцинации. Если прикинуть, то до 1 800 000, о которых говорит без конца Ради Хабиров, нам добираться еще только к 1 января 2022 года, что на самом деле некое нарушение тех горизонтов, которые очертил Владимир Путин. Вслед за Забелином выступала главная санитарная врача республики Башкортостан Анна Андреевна Казак, которая рассказала нам о том, что неожиданно, внезапно и вопреки предыдущим информациям, в республике Башкортостан, да и, собственно, в России, начался всплеск заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних и детей старше 15 лет. Ну, вот очередной, как бы, брейк мифов о COVID-19. Раньше считалось, что дети не болеют. Хабиров, выслушав обоих докладчиков по поводу эпидемиологической обстановки, обратился опять к Хажину и задал вопрос, что делается к 1 сентября для соблюдения эпидемиологических условий в связи с тем, что школы открываются и дети идут очно учиться в школу 1 сентября. Ну, Хажин огласил привычный и не очень привычный список мероприятий. Это ношение масок, кабинетная система обучения, разделение потоков учащихся, регулярное проветривание школ и, что характерно, что во время урока учителя будут иметь право снимать маски. Кроме всего прочего, Хажин сообщил о том, что 60% состава учительского коллектива в республике уже вакцинировано. В школах будут действовать медицинские инспекторы, а дети с хроническими заболеваниями по рекомендации врачей из согласия родителей будут первые три недели учиться заочно. Далее по сценарию следовал доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Первым вызвали Алана Викторовича Морзаева, который сообщил нам о пяти отключениях подачи ресурсов свыше восьми часов в республике. Все они ликвидированы со слов Алана Викторовича. А также о том, что Минстрой Российской Федерации завершил конкурс по благоустройству малых городов. И шесть городов из Башкирии опять победили на этом конкурсе. Хабиров радовался как ребенок. Уже второй или третий год подряд успешно республика участвует в этом конкурсе. И несколько городов получают определенные суммы на благоустройство. В данном случае шесть городов из Башкирии получат 400 миллионов рублей в 2021-2022 годах. Ну, я здесь могу высказать только пожелание и надежду, что эти деньги опять не достанутся в распоряжении госпожи Сараполовой. Вот этой вот архитектурной чумы для республики Башкортостан. Непонятно, откуда она на нашу голову взялась. От Бойцовой кое-как избавились. Вот осталась нам, значит, Сараполова. Это женщина, которая занимается вот этими вот замечательными скамеечками и плиточками, которые по три-четыре раза перекладываются на больших-пребольших площадях. В общем-то, не оставляя видимого следа в архитектурном ландшафте республики и города, но при этом испаряются, исчезают гигантские семизначные суммы. Но вот в этот раз эти 400 миллионов тоже рискуют попасть в мельницу мадам Сараполовой и исчезнуть без следа. Вслед за Морзаевым Фарид Рефевич Гумеров рассказал о последствиях прошедшей недели. 5 человек погибло в пожарах, 6 утонуло и 6 погибло при падении с высоты. Прямо, скажем, пугающие итоги, но будем надеяться, что Фарид Рефевич тут ни при чем. В целом он справился с лесными пожарами, хотя это только на бумаге, потому что по неофициальным источникам поступают сигналы о том, что все еще горит в Башкирии лес. Сейчас Хабиров пообещал проинспектировать систему лесозащиты и лесопожарных мероприятий на будущее, чтобы избежать тех последствий, которые случились у нас в этом году. И на этом вот этот доклад закончился. Вторую или третью неделю подряд мы не слышим и не видим министра транспорта и дорожного строительства, господина Булушева. Ну, действительно, а зачем нам говорить о дорогах и о транспорте? У нас все прекрасно на дорогах, у нас завершены все грандиозные стройки Уфе, у нас везде лежит идеально ровный асфальт, сверху он в два слоя размечен белыми черточками и полосочками, везде безупречная разметка, правда ведь? А с транспортом и того лучше, особенно в Энорсе, в Сипайлово, особенно вот в связи с тем, что отменено 15% маршрутов, и в городе вообще не пойми, как ходит транспорт, а управление электротранспорта и вовсе объявлено банкротом. Действительно, не о чем поговорить про транспорт и дорожное строительство. Потому министра транспорта и дорожного строительства мы уже третью неделю в эфир не приглашаем. Но очевидно, что по мере приближения выборов Хабиров будет убирать и убирать из эфира оперативок любые проблемные темы, любые темы, где нечего сказать. Как бы только нам к концу вот этого периода, прямо перед выборами, числа 13 сентября, в эфире оперативки не увидеть Элвина Грея и господина Ахмадинурова. Как бы вот эту сладкую парочку не выпустили на сцену, потому что все больше и больше проблемы подкрадываются каждой отрасли народного хозяйства республики. Обращаясь к нашим зрителям, напоминаю, что нужно ставить лайки под нашим видео, если оно вам понравилось. А еще вы можете стать спонсором канала, нажать кнопочку «Спонсировать», исполнить несложные действия внутри алгоритма Ютьюба и стать нашим помощником, нашим соратником, потому что нам действительно всегда нужны ваши деньги, ваша помощь. Сколько бы их ни было, 100 рублей, 500 или 1000, мы существуем за счет ваших пожертвований, а нам периодически нужно обновлять парк техники, и есть некоторые другие мелкие затраты. Так что мы безумно благодарны нашим подписчикам, зрителям и числа тех, кто нам помогает, кто нас спонсирует или просто ставит лайки. Кое-как миновав опасную тему дорожного строительства и ЖКХ, перешли к веселому, опять к WorldSkill. Третьим докладом оперативного совещания был доклад об итогах WorldSkill в Уфе. Муратов Рустам Хамитович рассказал нам вкратце о том, как все это обстояло и во что это все вылилось. Девятый национальный финал вот этого праздника прошел в Уфе. Это было самое масштабное мероприятие года в республике Башкортостан. Общая площадь парка составила 170 тысяч квадратных метров, из них крытых павильонов было аж целых 80 тысяч квадратных метров. Мы видели вот эти надувные конструкции в районе Меги на выезде в сторону аэропорта. Нарядные белые огромные шатры. Действительно это впечатляло. Генераторами это все дело надувалось и отапливалось мощностью аж 17 миллионов ватт. Была построена аллея с искусственной тенью. Задействовано 1200 волонтеров и аж 110 полицейских. Во время открытия был запущен аэростат и устроено шоу дронов. Всего было 4000 участников, 40 тысяч посетителей. План был превышен на 7000 человек. 208 конкурсантов из республики Башкортостан завоевали 39 медалей. Ну и как уже сказал Хабиров, республика заняла второе место после Татарстана. Рустам Хамитович избежал, обошел и как-то умолчал тему затрат. Мы не знаем, в какую сумму обошелся этот великий праздник республики и жителям республики. Что-то мне подсказывает, что сумма была существенной. Но как человек близкий и задействованный в экономические процессы, господин Муратов не мог умолчать и о бизнес-аспекте этого мероприятия. Он заговорил о том, какое будет бизнес-наследие, как он выразился, у этого фестиваля. Вот это, собственно, меня порадовало, потому что, ну, помимо того, что немножко надоело слушать, как здорово команда Хабирова отдыхает по выходным, хочется понять, чем это все аукнется. Ну, в частности, господин Муратов сообщил нам, что, во-первых, вот эти вот шатры, вот это все, белоснежное великолепие, будет использоваться и далее. Будет создаваться некий мобильный конгрессный центр. То есть это мощности и возможности по перемещению по территории республики вот этих вот конструкций. То есть можно где-то будет их вывезти, собрать и там устроить очередной какой-нибудь праздник. Также речь зашла о том, что в результате вот этого конгресса, вот этого фестиваля, в Уфе появится некий кластер беспилотной авиации. Вот это, кстати говоря, интересно, серьезно и важно. И если это действительно так, то тут можно простить, пожалуй, вот этот шабаш, потому что если действительно в итоге появится кластер беспилотной авиации, это круто, потому что, ну, беспилотная авиация – это будущее, и во многих отраслях это нужно. Ну, посмотрим. Тут у нас же всегда разрыв между словами и делами весьма существенный, иногда практически бесконечный. Потому с осторожностью и оптимизмом будем смотреть в будущее, подождем немножко и дождемся появления вот этого кластера беспилотных летательных аппаратов. Хабиров с восторгом слушал Муратова. Собственно, он вообще пришел на эту оперативку, похоже, только для этого, чтобы послушать, как его хвалят за вот этот замечательный фестиваль. Подытожил Хабиров доклад Рустема Хамитовича следующим образом. «Самый главный итог – наша команда научилась побеждать. А в республике возрождается утерянная идеология победителей». Ну, в общем-то, Хабиров понял, что переборщил, и немножко плеснул тут дегтя. «Надо готовить конкурсантов, а не как в этом году. Силы и энтузиазма прорвались». Конец цитаты. Ну, действительно, разнообразные, очень противоречивые отзывы приходят по поводу этого WorldSkills. Про грандиозность спорить не буду. Действительно, и площади, и масштаб, и затраты были грандиозными. Итоги пока неопределенные. Так что давайте пока постережемся в воздух бросать чепчики и посмотрим, что выйдет в конечном итоге, чем это все нам аукнется. Далее Хабиров снял с повестки вопрос об обманутых дольщиках. Ну, действительно, что уж тут говорить про обманутых дольщиков. Если мы не говорим про дороги, про транспорт, то зачем нам говорить про обманутых дольщиков, потому что, действительно, эта проблема тоже не решена, да и не решается толком в республике. Снимем ее с повестки. Непраздничная тема. Но в итоге Хабиров, похоже, понял, что немножко пересластил ситуацию, что слишком уж постарально выглядит оперативка. И тут приключилась буря в стакане, которая, впрочем, наверняка была срежиссирована заранее. Хабиров помрачнел и сказал, поговорим о плохом. Дальше цитирую. Я поездил по Уфе и зашел в подъезды. Вот это как назвать? Хабиров демонстрирует картинки и обращается к Морзаеву. Это называется безобразие. Главная задача Министерства ЖКХ – контрольная функция. Разберитесь, доложить. Если работы оплачены, уволить всех участников. Вот здесь у меня вопрос. Радич Фаритович, на прошлой оперативке вы тому же самому Морзаеву заповедовали о том, что главная задача Министерства – это поиск финансов. Ну, Алан Викторович, как дисциплинированный исполнитель, взял под козырек и отправился искать финансы. А теперь вы буквально через неделю ему сообщаете, что главная задача Министерства ЖКХ – это контроль. По-моему, вы ментально путаете своих подчиненных. Без конца меняя для них задачи и основные ориентиры, они впадают в некую прострацию. Вы уж, Радич Фаритович, определитесь, что является главной задачей. Но вернемся к подъездам. Хабиров не на шутку разбушевался. То, что показывают в Калининском районе, как хорошие подъезды – это плохие подъезды. КСП, контрольно-счетные палаты, отправьте людей по подъездам. Я не увидел там 300 тысяч рублей. Это уже тысяча первое предупреждение. Точку я поставлю, смотрите у меня. Я жду глубокую разборку. Конец цитаты. Очевидно, что вот это точечное бомбометание и тот Павел Сафронов, которого упоминал Хабиров в своей гневной речи, все это срезерсированная история. Хабиров тщательно избегал напрямую обвинять Морзаева в ситуации, сложившейся вокруг подъездов. Хабиров, очевидно, обвинял в этих бедах Павла Сафронова, руководителя регионального оператора, который, собственно, и распределяет денежные потоки внутри процесса капитального ремонта подъездов. Господин Сафронов, как известно, игнорирует Алана Викторовича Морзаева. И вот здесь у них случился раздор. Морзаев полагает, что Сафронов должен ему подчиняться, а господин Сафронов так не считает. Сафронов полагает, что у него свои хозяева и отчитываться перед Морзаевым он не намерен. В общем, здесь случился вот такой вот казус Белли. Судя по всему, Хабиров по заказу Морзаева, на мой взгляд, пытается разгромить господина Сафронова и уже напрямую угрожает ему увольнением. Действительно, в сфере капитального ремонта подъездов крутятся гигантские деньги. Действительно, на вид это не похоже на 300 тысяч, вложенных в каждый подъезд. Мы видим работы и ремонт подъездов по какому-то остаточному признаку. Ужасные цвета. Самые дешевые материалы. Отсутствие некоторых элементов, которые там должны быть. В частности, вот этой плитки на первых этажах. Ощущение складывается такое, что сначала крадется половина денег, а потом на оставшиеся несчастные рабочие и прорабы пытаются что-то имитировать. После начальства договариваются о приемке работ. Вот примерно такая схема мне приходит на ум, когда я вижу отремонтированные подъезды города Уфы. Действительно, это все очень убого. Но, повторюсь, за вот этим демаршем Хабирова, пожалуй, что стоит некая аппаратная война, нежели попытка нормализовать ситуацию. Потому что, на самом деле, поздно пить боржоми. В этом году деньги уже распределены. И похоже, что укразены. И, соответственно, тут уже остается только шуметь по поводу поменять людей, а вовсе не поменять ситуацию с этими отремонтированными подъездами. И тут, опять-таки, следуя рекомендации одного из министров, который одарил меня советом, если критикуешь, предлагай, я, пожалуй, порассуждаю, что же делать дальше. Действительно, у Морзаева, да и его предшественника Беляева, не получилось создать некую систему контроля за исполнением в сфере капитального ремонта как подъездов, так и домов в целом. Проблема здесь фундаментальная в том, что ни министерство ЖКХ, ни подведомственные, либо параллельные структуры типа вот этих рекоператоров, на самом деле не заинтересованы в реальном контроле за исполнением этих задач, потому что они сами вовлечены в организацию этих задач. Ну, как можно себя контролировать эффективно, когда ты сам этим занимаешься? Ну, то есть, довольно сложно министерству контролировать самого себя, имея заинтересованность в результатах. Имеется в виду в результатах как KPI. Вот здесь, на самом деле, у меня есть идея предложения. Ну, она такая идея, конечно, эмпирическая, но вдруг она кому-нибудь сгодится. Необходимо вывести на аутсорсинг вот этот контроль, и вовсе не контроль на счетной палате, а то, знаете ли, господин Шагомиратов сейчас сам себе мимо кармана насчитает там контроль. Мы знаем, как он контролирует. Не смешите, Радь Фаридович, и не утруждайте людей, не заставляйте их подскакивать в теплых креслах. Пускай сидят, где сидят. Необходимо выстроить систему контроля на аутсорсинге. И передав систему контроля, предположим, какой-то из некоммерческих организаций, либо какому-либо общественному объединению, там, группе экспертов, группе людей, тоже как пойдет, необходимо выстроить систему KPI. Вот критерием качества этого контроля будет уровень удовлетворенности людей результатами капитального ремонта. Все очень просто. Система замыкается и не позволит фальсифицировать результаты. Контрольные функции и контролирующая структура не будет заинтересована во лжи. И если ремонт сделан плохо, об этом будет донесено там Министерству жилищно-коммунального хозяйства. И там со всеми вытекающими. Сделан хорошо, тоже информация подана и тема закрыта. Вот здесь вот можно вот это все увязать. К сожалению, такие сложные схемы взаимодействия с обществом и общественными структурами пока не по зубам команде Хабирова и Министерства ЖКХ Республики. Так что, ну, об этом остается только мечтать. И пока мы будем наблюдать вот эту аппаратную войнушку между Сафроновыми, Морзаевыми и Хабировыми. Завершая оперативное совещание, Хабиров напомнил о том, что бюджет в республике находится в катастрофическом состоянии. У нас гигантский дефицит. Пропели, проплясали. И зима уже катит в глаза. Потому Хабиров строго, строго поручил своим подчиненным до 1 октября подать заявки на инфраструктурные федеральные кредиты для республики. Республика действительно все больше и больше опускается в болото закредитованности. Если раньше мы гордились своим профицитом и отсутствием задолженности, то теперь мы все больше и больше должны. Впрочем, внутри федеральной системы, похоже, что зарождается механизм прощения долгов. Татарстану простили аж 420 миллиардов рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. А вот нам пока ничего не простили, но обещают дать взаймы. Поняв, что картинка в итоге на оперативном совещании не получилась уж такой радостной и предвыборной, Хабиров добавил новостей будущего и сообщил о промежуточных итогах экономики в республике. Любимый параметр Хабирова – это индекс промпроизводства. Он обычно говорит в самом начале оперативки про его рост, но вот решил в конце. Он сообщил, что вот индекс промышленного производства в Башкирии за отсчетный период составил 103%. Правда, в среднем по России 104,4%, а по ПФО и вовсе 106%, но все равно хорошо. Оборот розничной торговли неожиданно вырос в Башкирии аж на 13,5%. А еще спасибо строителям. У них рост ввода жилья в этом году 21%, и мы занимаем седьмое место в Российской Федерации. Вот здесь, честно говоря, позвольте не поверить. По поводу ввода жилья – это все, как обычно, очковтирательство и приписки за счет индивидуального жилищного строительства. В основном, две трети вот этих триумфальных цифр – это, конечно, частные дома. А их, на самом деле, я бы не стал считать как ввод жилья, потому что настоящим индустриальным жильем, конечно, надо считать многоквартирные дома. А еще Хабиров ошеломил жителей очень важной цифрой. Средняя зарплата по Республике Башкортостан, по мнению Радио Фаритовича, составляет 40 236 рублей. Вот такая вот средняя у нас зарплата. Мы в очередной раз просим в комментариях откликнуться наших зрителей, действительно ли есть у них какая-нибудь вот такая зарплата, близкая рядом с этими цифрами, получаете ли вы 40 тысяч рублей регулярно и правду ли, говорит Хабиров по этому параметру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин